Ядерная медицина. Тема очередной международной конференции, прошедшей в Бухаре. В центре внимания местных и зарубежных специалистов были вопросы использования современных технологий в данной отрасли. Разработка и производство в том числе радиофармацевтических препаратов и правовое регулирование радиационной безопасности. С подробностями наш корреспондент. Ядерная медицина играет важнейшую роль в решении вопросов, связанных с профилактикой, диагностикой и лечением болезней, в частности, инфекционных, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний. Эти методы позволяют чётко определять молекулярную активность клеток и тканей организма. Потому в системе здравоохранения развитию данного направления также придаётся приоритетное значение. Обсудить возможности последних технологий, вопросы укрепления сотрудничества с профильными институтами позволила Международная научная конференция, посвящённая 80-летию Академии наук Узбекистана. В центре внимания экспертов – вопросы комплексного лечения и диагностики онкологических заболеваний, широкого использования инновационных методов ядерной медицины. Данная конференция объединила свыше 200 учёных из более 10 стран мира. Несомненно, это событие станет ещё одним важным шагом в развитии ядерной медицины Узбекистана, поскольку это даёт нам возможность изучить передовой опыт и ещё больше усовершенствовать наши разработки. Отмечены также достижения Узбекистана в развитии ядерной медицины. Роль в этом процессе – Академия наук и Института ядерной физики. В проводимых исследованиях, а также диагностике заболеваний ядерная медицина играет, я бы сказал, ключевую роль. Её методы являются одними из самых точных и эффективных в лечении онкологических заболеваний. Если раньше в комплекс лечения онкозаболеваний входили хирургия, химия и радиотерапия, то теперь с развитием радиофармакологии она становится важным аспектом лечения. Поэтому очень важно развивать это направление, чему наше государство уделяет должное внимание. И сегодняшнее мероприятие позволило нам узнать мнение ведущих учёных мира и обсудить самые актуальные вопросы касаемо совершенствования отрасли. В рамках конференции также состоялась церемония открытия Бухарского филиала Института иммунологии и геномики человека Академии наук Узбекистана. Эксперты были единодушны в том, что данный институт будет служить дальнейшему совершенствованию научных исследований в области иммунологии и геномики человека, созданию инновационных технологий в иммунодиагностике и иммунотерапии распространённых заболеваний, а также подготовке высококвалифицированных кадров для профильной отрасли. Продолжение следует...